Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава книги Иова. Читаю с небольшими комментариями свой перевод для портала Экзегет. Он отвечает Билдаду, который в 25 главе предложил краткую речь, состоящую из общих мест. Совсем маленькая речь. Еще раз повторил Билдад основные аргументы друзей. Бог высок, Бог велик, человек перед ним ничтожен. Ну да. В 26 Иов отвечает, собственно, по сути этой проблемы. Так отвечал Иов. И чем же ты помог бессильному? Ослабевшую руку укрепил ли, лишенному мудрости, что посоветовал? Много ли полезного подсказал? Кто же научил тебя таким речам? Чей-то дух в тебе говорит? Ряд вопросов на общее утверждение. Он отвечает очень лично. Ну и чем ты мне помог? И что хорошего я такого услышал от тебя? И чей-то дух в тебе говорит? То есть, ну и к чему все эти разговоры? Это о чем вообще было? И продолжает уже излагать свою точку зрения. «Ужасаются тени умерших, воды бездны и те, кто живет в них. Шеол пред ним обнажен, и Авадон ничем не прикрыт. Он, кто север простер над пустотой и ни на чем подвесил землю, в тучах своих он собирает воду, и облака под тяжестью не разорвутся. Скрывает он лик луны, застилает ее своим облаком. Чертит он круг на глади вод, на грани света и тьмы. Содрогаются небесные столпы, цепенеют от грозных его раскатов. Своей мощью он вздымает море и разумом сокрушает Рахава». Рахав — это некоторое такое божество или мифологическое существо, которое противоположно единому Богу и которое, в общем, падает жертвой в борьбе с ним. «От дуновения его проясняется небо, и рука его разит скользящего змея». Еще одно такое же мифологическое существо. Интересно, кстати, что в книге Иова довольно свободно приводятся эти мифологические образы, которые, может быть, в других книгах Ветхого Завета скорее были бы сочтены слишком языческими и бы постарались избежать, но в книге Иова совершенно спокойно об этом говорится. «И это лишь малая толика его дел. Все наши речи о нем — жалкий шепот, а могучий гром его кто поймет?» Так, я прочитал, я не понимаю, это речь Иова или это все-таки речь его друзей? Вот там еще был третий друг Цофар, который в третьем круге речей не участвовал. Очень может быть, что вот здесь речь Цофара, а может быть, она еще дальше начинается, потому что там Иов будет говорить вещи, которые тоже ему как-то не присущи, которые скорее его друзья бы сказали. В общем, такое ощущение, что к концу этого диалога речи всех участников смешиваются. То ли в рукописях какие-то проблемы, и переписчики не очень понимали. То ли их позиции начинают сближаться, то ли они не то, что даже меняют свои позиции, а, скажем так, занимают в риторическом поединке другую точку зрения. И говорят, ну хорошо, Бог велик, вы говорите об этом, вот и я расскажу, как Он велик. Вот чем отличается 26 глава с ее описанием величия Бога, глав, где идут речи друзей, скорее тем, что здесь такое очень личное восприятие этого величия. Это не просто давайте вообще поговорим о Боге, а это вот Бог, Он прямо руки мне жжет, Он такой огненный, вот я не могу за Него ухватиться никак, и я в ужасе от того, что все Ему открыто, что все перед Ним трепещет, что все Ему подчинено, и я не знаю, как с Ним быть. Вот до этого Иофф говорил о Боге, как о друге, к которому Он бы домой пришел, а тут такая внезапная резкая перемена. И если это действительно так, как говорите вы, друзья, что Он вот такой могучий, великий, то ведь это еще больше меня ужасает, я не могу с Ним справиться, мне нечего Ему ответить. Ну, в 27 главе пойдут уже речи явно Иова, да, о том, как, собственно, Бог с ним жестоко обошелся. Субтитры создавал DimaTorzok